Уже в эту субботу и воскресенье должны закрыть все, кроме продуктовых магазинов, аптек, транспорта, заправок и ветеринарных аптек. Рестораны, кафе, другие заведения общественного питания, по словам главы Минздрава Максима Степанова, должны работать только на вынос. Ситуация с коронавирусом усложняется. Если ничего не делать, то в больницах не будет мест даже в коридорах. Но полного локдауна экономика Украины не выдержит, считают в правительстве. В свою очередь, одесские рестораторы обеспокоены таким решением, ведь их бизнес уже работает на износ, и карантина выходного дня может не выдержать. Сейчас, в условиях карантина выходного дня, мы не понимаем, как разговаривать с нашими арендодателями, потому что мотивации нет. Нам разрешили работать якобы с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье мы не работаем, а суббота, воскресенье – это 8-9 дней в месяц. Но о чем мы можем говорить с нашими арендодателями? Они же не понимают, что на самом деле ресторанный бизнес работает, основную часть зарабатывает в субботу, воскресенье. В субботу рестораны получают в пятницу, субботу, воскресенье порядка 60% товара оборота. Потому что, как правило, гости ходят на выходные в рестораны. И, закрыв возможность гостям посещать рестораны, это решение просто, как по мне, убивает вообще, в принципе, всю идею ресторана, весь бизнес ресторанный. Управляющий одного из заведений общепита утверждает, что работать на вынос или на доставку будет практически нереально, так как у данного рода заведений посетители приходят не только за гастрономическими предпочтениями, но и за атмосферой и прекрасным видом на Одессу. К тому же ресторан, в котором мы побывали, и без того участвует в борьбе со злосчастным ковидом. Помогает работникам скорой помощи, доставляя готовую продукцию тем, кто сегодня находится на передовой. Ресторан не готов к ограничениям, просто не готов. Прошлый карантин пережили плохо, потому что ресторан закрылся на два месяца. Два месяца мы еще восстанавливались после этого карантина. Это была потеря продуктов. Все это время занимались мы благотворительностью. Кстати, вот сейчас мы вывозим на скорой помощи 180 пицц, соков, десертов, которые мы поддерживаем в скорой помощи до сих пор. Выходной день – это единственный способ заработка для ресторана. Ресторан работает и зарабатывает в эти дни. В будние дни, вы видите, вот это вот количество людей в ресторане. Что можно… Тут персонала больше, чем посетителей. Как вы думаете, как можно прокормить всех людей, которые работают здесь, а их здесь больше 200 человек, работают в ресторане? Будни иди, но это невозможно. Введенный в Украине с 14 по 30 ноября карантин выходного дня распространяется и на фитнес-клубы, бассейны и спортзалы. Эти учреждения также не смогут работать по субботам и воскресеньям и должны оставаться закрытыми. Владелец сети фитнес-клубов говорит, что спрос на абонементы значительно упал по сравнению с прошлым месяцем. Посетители обеспокоены из-за того, что спортзалы могут и вовсе закрыть. На сегодняшний день введение карантина выходного дня считает нецелесообразным по нескольким причинам. Основная причина, наверное, то, что люди в выходные дни меньше ходят в фитнес-клубы, в торговые центры люди ходят, те, кто на сегодняшний день имеет деньги, а сегодня население настолько пострадало от первого карантина, что ходят единицы. Говорит сегодня о том, что это принесет, думаю, что ничего. Спорт необходим всем людям для того, чтобы чувствовать себя здоровым, быть активными, жизнерадостными, идти вперед. Вот, если я не ошибаюсь, я читал статью недавно о том, что правительство предложило о здоровой нации продвигать и все остальное, а в то же время тут же карантина не закрывает все спортзалы. Какой же здоровой нации мы говорим. Тренер фитнес-клуба рассказала нам, что в зале предусмотрены все правила предосторожности. Установлены необходимые антисептики, на входе раздают маски, тренажеры дезинфицируют регулярно. Спорт – это то, что повышает нам иммунитет, да, в такое сложное время. Это именно то, чем и стоило бы всем заняться. В нашем клубе, как я замечаю, что технический персонал обрабатывает, в принципе, регулярно, постоянно. Я не могу сказать, это один или два раза. Они постоянно по круговой ходят и дезинфицируют все рукоятки, все тренажеры. Все везде, где мы касаемся – телом и руками. В связи с новыми карантинными ограничениями, предусмотренными карантином выходного дня, под запрет работы в выходные дни попадают и кинотеатры. Как заявил генеральный директор сети кинотеатров «Мультиплекс» Роман Романчук, цитата. Для нас с ведением карантина выходного дня поток зрителей в кинотеатры упадет примерно на 70%. Кроме того, поток падал и в последнее время из-за качелей правительства в принятии решений о локдауне. Анонс состоялся, а решения не приняли. Это, в свою очередь, насторожило дистрибьюторов, и фильмы стали выдаваться хуже прежнего, что привело к нехватке контента и спровоцировало падение посещаемости в кинотеатрах на 20-30% в последние пару недель. Напомню, что накануне около сотни одесских рестораторов поддержали своих коллег со всей Украины и также вышли на митинг против карантина выходного дня. Предприниматели провели свою акцию возле здания Одесской облгосадминистрации и продолжают ждать поддержки от местной власти.